Борис Житков учился в Одесской гимназии с будущим писателем Корнеем Чуковским, который впоследствии стал его верным другом. После гимназии поступил на естественное отделение Новороссийского университета, которое закончил в 1906 году. После университета сделал карьеру моряка и освоил несколько других профессий. Работал штурманом на парусном судне, был капитаном научно-исследовательского судна, ихтеологом, рабочим металистом, инженером-судостроителем, преподавателем физики и черчения, руководителем технического училища, путешественником. Затем с 1911 по 1916 годы учился на кораблестроительном отделении Петербургского политехнического института. С 1917 года работал инженером в Одесском порту, а в 1923 переехал в Петроград. В 1924 году Житков начал печататься. Первый рассказ «Над морем» и вскоре стал профессиональным писателем. С 1924 по 1938 выпустил в свет около 60 детских книжек. Борис Житков сотрудничал со многими детскими газетами и журналами. «Ленинские искры», «Новый Робинзон», «Еж», «Чиж», «Юный натуралист», «Пионер». Работал корреспондентом в Дании. Борис Житков много знал. «Все созвездия в небе». Хорошо говорил по-французски. Увлекался фотографией. Это был человек необычной биографии. Виталий Бианке. Он один из самых любимых детских писателей нашей страны. Родился он в Петербурге 12 февраля 1894 года, 116 лет назад, в семье биолога. Писатель закончил Петербургский университет, где с большим интересом изучал жизнь растений и животных. Виталий Валентинович жил в разных районах нашей страны и много путешествовал. Свои впечатления от путешествий он воплощал в детских произведениях. Главная идея сказки «Музыкант» — человеческая доброта, сердечность главного героя. Главный герой сказки — старый медвежатник, колхозник, медведь. Сюжет сказки — старый медвежатник что-то наигрывал на скрипке, сидя на завалинке. Не очень-то у него выходило, но старик и тем был доволен, ведь у него была своя музыка. Проходивший мимо колхозник сказал ему, что в лесу видел медведя. Старый медвежатник, взяв ружье, отправился на его поиски. Долго бродил старик, но только интересный звук привлек его внимание. Словно струна где-то зазвучала. Понравился звук старику, и пошел он посмотреть, кто же такую музыку творит. На опушке он увидел медведя, который лапой оттягивал щепку разбитого грозой дерева. И по всему лесу разлеталось дзен. Медведь слушал этот звук, наклонившись к щепке. И старик слушал и думал — хорошо поет щепка. Вечером, проходя мимо избы медвежатника, колхозник спросил у него, убил ли тот медведя. На что старик ответил — он такой же музыкант, как и я. Субтитры создавал DimaTorzok